Мы рассказываем истории о бездомных животных и ищем для них хозяев среди наших зрителей. Сегодня помогать нам будет певица и автор песен Юлия Быкова. Этот дом видел почти всех самых звездных белорусских артистов, ведь именно здесь Юля и ее супруг создают свои музыкальные хиты. А еще в этом доме живет кошка Дуся, у которой тоже есть своя песня. Дуська ко мне попала с улицы, мы с ней встретились в Минском микрорайоне Серебрянка. Она была маленьким котеночком, вот таким малюсеньким, рыженьким, очень пушистеньким, очень миленьким. И, честно говоря, никто ее не замечал. Она где-то сидела в уголочке, но потом она начала мяукать. Я в это время проходила мимо, ну и как бы сердце не выдержало, забрала я ее домой. Вот, и она у нас дома теперь вот сколько, уже 12 лет живет в доме в нашем. Одна из песен это про Дуся, она такая смешная очень, если кто-то знает, видел, слышал. И мы сделали на эту песню благотворительный клип, которым сняли бездомных животных, ну, кошек. Вот, и я хочу сказать, что все эти животные нашли свой дом, нашли своих хозяев, и, слава богу, их судьба сложилась хорошо. Но мы это сняли не только с цели, чтобы именно этим котикам найти дом, хотя это тоже для каждого очень было важно, а привлечь внимание людей к этой проблеме, потому что проблема существует. Мы созрели уже для такого мнения общественного, что в увеличении популяции бездомных животных мы в том числе виноваты, потому что не принимаем никаких вот мер для того, чтобы препятствовать вот этому бесконтрольному размножению. Одно из средств, конечно, это вот участвовать в тех программах стерилизации. Призываю людей, даже ладно, ну, не жертвуйте вы там какие-то фонды, вы своих животных хотя бы, которые у вас есть, и на которых вы не пытаетесь там как-то заработать, да, вы их хотя бы стерилизуйте. Поверьте мне, вы избежите очень многих проблем, со здоровьем в том числе, поэтому это, мне кажется, гуманно и правильно. Дорогие мои друзья, сейчас будет сюжет, в котором вам представят еще одного нуждающегося в помощи беспризорного пса. И вы знаете, вот у меня есть такой брелочек замечательный «Путь домой». Я хочу его подарить тому человеку, который подарит дом этому животному. Хотите узнать, почему люди, помогающие бездомным животным, с ужасом ждут приближения осени? Да потому что заканчивается дачный сезон, и на опустевших участках остаются стаи ненужных животных. Вы видите собак, которые стали жертвами человеческой безответственности. Их оставили выживать в дачном массиве. К счастью, в нашем обществе есть люди, для которых сострадание и совесть – не пустой звук. Этих собак забрала с дач неравнодушная женщина, которая за собственные средства стерилизует выброшенных животных, и потом ищет им дом. Сегодня все они очень хотят понравиться нашим зрителям. Этот парень получил имя Абу-Даби. Красивая, правда? А главное, ни с каким другим не спутаешь. Да он и сам красавчик. Статный с выразительной черной маской на морде, глазами коньячного цвета, прямо как у восточного принца. Будет отличным другом, и если надо, то и на чужих полает. А еще он умеет ходить на поводке и слушаться хозяина. А это сладкая парочка – братик и сестричка, овчаристые ребята – Тоша и Тави. Все собаки дружелюбные, ласковые, прекрасно ладят с детьми, могут быть второй собакой в семье, пристраиваются в дом с возможностью свободного выгула по территории. Это совсем молодые собаки-подростки. Дорогой зритель, они очень ждут свой счастливый звонок. Подари им шанс на любовь и заботу человека.